Программа помощи в трудоустройстве, профессиональная консультация по выбору курса или направления обучения. И что значит профессиональная консультация по выбору курса или направления обучения? За этой профессиональной консультацией вы можете обратиться к нашим менеджерам, либо по телефону, либо по электронной почте. Также хочу обратить ваше внимание, что у меня... Хорошо, спасибо. И вот если говорить о консультациях по выбору курса, можно обратиться в один из наших учебных комплексов, которые находятся в центре Москвы, в шаговом доступе от метро. Всю информацию по учебным комплексам, где они находятся, вы можете найти точно так же у нас на сайте. Гарантия высокого качества обучения. Мы гарантируем... мы учим по Бауманской методике. То есть, что это значит? У нас теория идет параллельно с практикой. То есть и теории, и практике уделяется значительное количество времени. Что немаловажно, у нас гарантированное расписание занятий. Мы не переносим группы, мы не переносим занятия, у нас не переносятся даты начала обучения. В год... на год у нас составляется заранее расписание, где обозначено более 4500 групп. Нашим слушателям мы предлагаем различные форматы обучения. Это очное в классах. Это онлайн обучение в виде вебинаров. Открытое обучение. Это обучение в записи. Чем оно хорошо? Вы можете идти... Вы можете обучаться в своем темпе. Во время этого обучения в записи присутствует преподаватель. Вы можете остановить курс и задать преподавателю вопрос. Ну, то, что называется в прямом эфире. То есть преподаватель присутствует при этом обучении. И очно-заочное. Это вечерние группы. Это группа выходного дня. Учебный центр специалистов дает престижные сертификаты как российского, так и международного образца. Про документы я расскажу подробнее уже ближе к концу нашего сегодняшнего дня открытых дверей. Сразу хотела бы обратить ваше внимание, что для наших участников сегодня, для слушателей дня открытых дверей по питон-разработчикам мы даем скидку на обучение по программе питон-разработчик по дипломной программе по промо-коду питон-2022. Грант активен будет с 3 апреля сегодняшнего числа по 6. Значит, промо-код можно озвучить по телефону, когда будете общаться с менеджером по почте, либо если будете лично общаться в учебном комплексе с нашими менеджерами. И сегодня про профессию питон-разработчика расскажет наш преподаватель учебного центра специалист Шиховцов Вадим Викторович. Вадим Викторович более 20 лет преподает в IT-сфере и преподает у нас несколько курсов по питону. Вадим Викторович, передаю вам слово. Приветствую вас. Спасибо. Сейчас, секунду. Передала вам права дальше на презентацию по специальности питон-разработчика. Так, я снова всех приветствую. Всем добрый вечер. И мы с вами... Так, сейчас, секунду, звук отключу. Угу, все. Так, отлично. Так, и мы с вами поговорим непосредственно о том, что такое питон, да, что это за язык программирования, где его используют, и немножко информации. Значит, я веду три курса. Ну, в первую очередь, это основа. Это... Да, зовут меня... Давайте еще раз. Зовут меня Шиховцов Вадим Викторович. Я преподаватель в центре специалист. В 2000 году закончил РГГУ по специальности информатика-технолог. И с тех пор работал в разных компаниях в качестве системного инженера, в качестве программиста. И сейчас являюсь преподавателем. Веду питон, голланд, математику. Ну, сегодня мы как раз про питон. Если мы посмотрим на такую вещь, как рейтинг языка, мы сейчас будем огореть, то увидим, что питон на первом месте. Вообще питон язык уже состоявшийся. Ему 30 лет в прошлом году было. И можно сказать, что это промышленный язык. На курсах мы учим третью версию. Если первая версия была, скажем так, игрушечная, вторая, можно сказать, учебная, хотя на ней уже создавались и промышленные системы, то третья версия – это уже полноценный промышленный язык и вполне устоявшийся. Многие компании, маленькие, большие и крупные, такие как Google, да, такие как Facebook, ну, то есть IT-гиганты его используют. Значит, для чего используется питон? Ну, легче сказать, для чего он не используется. То есть питон не используется для того, чтобы напрямую работать с железом, да, с платами, то есть программировать, скажем так, какое-то железо. Для этого есть другие языки. Все. А для всего остального мы питон можем использовать. Вообще он как клей, язык клей, который используется в разных сферах. И сейчас тенденция к тому, что питон используется не только программистами, да, ну, обычно что, язык программирует, значит программирует. Нет. Сейчас питон уже расширяет, расширил, скажем так, сферу свое применение, и журналисты, и финансисты, и бухгалтеры, и аналитики, и девопсы, да. То есть, во-первых, мало то, что люди, те, которые так или иначе связаны с написанием кода, ну и много смежников и в биологии, и в химии, и так далее. Да, то есть и геофизики, ну, можно перечислять долго. Везде уже используется питон. За счет чего? За счет того, что автор языка Гвид Ван Росом, я еще покажу слайд, создал комьюнити, то есть сообщество вокруг языка. Это люди, которые пользуются языком, это люди, которые привносят свои какие-то изменения. И таким образом формировано сообщество большое, с помощью которого написано много библиотек. Поэтому мы говорим, где применяется веб-разработка. Очень активно. Если вы слышали, такие фреймворки, как Django, Flask, сейчас более современные FastAPI, пирамид и так далее. Да, то есть очень. Если вы посмотрите на требования работодателя, то слово Django и Flask вы там, как правило, обязательно обнаружите. Системное программирование. Да, то есть это автоматизация. Вот системное программирование, автоматизация процесса. CICD, Continuous Integration. Все, что касается разворачивания, процесса разработки, то есть тестирования, везде Python. Очень себя хорошо Python чувствует машинам обучения. Все, что касается Deep Learning и Machine Learning, то есть машинам обучения и нейросетей. И хотя есть другие языки, да, язык конкуренты, но таких как R, сейчас вот тут Julia пытается использовать, ну хотя ее продаж начнет, если Python себя чувствует очень хорошо. Если вы слышали такие библиотеки, как PyTorch и TensorFlow, то они от компании Facebook, от компании Google, они именно написаны для Python. Python сам изначально написан на языке программирования CIM, да, и это язык динамический. Сейчас мы о нем поговорим. И в том числе машинное обучение тесно связано с чем? С анализом данных, визуализацией. И вот первый курс у нас обычно посвящен самому языку, то есть это основы, это типы данных, это структурное программирование, много курс плотный, много домашней работы, в том числе мы говорим о том, что такое алгоритмы, потому что без них программирование представить себе сложно. Вообще, если разделить программирование на две части больших, то первая часть, одна часть, это непосредственно структура данных, то есть как мы представляем та информацию, в каком виде мы ее хотим сохранить. И второй большой кусочек, это как раз алгоритмы данных, о которых мы говорим. Во втором Python мы говорим о том, что такое объектно-ориентированное программирование, потому что сам Python – это объектно-ориентированный язык, он себе вместил несколько парадигм. И структурное, да, это функции, и объектно-ориентированное, и в том числе функциональное программирование. Вообще сейчас языки заимствуют много друг от друга, и Python, знаете, как на своем месте. Он полегче, чем C++, но не надо думать, что это простой язык, и у него мало возможности. На самом деле возможности немного, он просто динамический, в отличие от компилируемых языков. Но при этом, так как он написан на C, он легко может взаимодействовать с библиотеками, которые написаны на C и C++. И о таких библиотеках мы говорим в курсе «Анализ данных». Python 4 у нас называется. Курс. Вот в нем мы как раз рассматриваем специальные библиотеки, с помощью которых работают с векторами, ну, с тензорами, да, то есть много векторами, много ценмерными векторами, да, и это у нас нампай библиотека, и чистят данные. Это библиотека Pandas, и как раз вот визуализация, это Matplotlib, Sibon и прочие библиотеки. И это все, что касается анализа данных. Значит, чем, почему все-таки Python, да, ведь есть вроде другие языки, он хорош тем, что вы будете находиться вот в рамках одного языка, и вам не придется скакать, да, скакать с языка на язык. Часто задают такие вопросы. Вадим Кирич, а чем, объясните, чем Python лучше, чем Excel? Ну, он ничем не лучше, да, это все такой немножко провокационный вопрос, потому что это всего лишь инструмент, и вы должны, и мы об этом говорим тоже на курсах, вы должны четко понимать, под какую задачу этот инструмент подходит, да, потому что если вам хватает одного, вы хорошо знаете, вы берете один. Берете задачу другую, вы берете другой инструмент. Тут же Excel, допустим, смотрите, он тоже хорош, у него порог хода ниже, но опять же, если мы хотим чуть больше, в Excel придется учить язык VBI. Если мы хотим больше миллиона записей, нам нужен Power BI, а Power BI тоже опять хотим чуть больше, нестандартно, придется язык M учить, у Microsoft еще. Вот, то есть уже два языка. Здесь вы будете, если вам нужно расширить поле своей деятельности, анализ с текстом, обработка изображений, анализ данных, автоматизация, тестирование, веб-разработка. Вы будете брать просто конкретные библиотеки, вам действительно нужно будет еще знание предметной области, но вы будете использовать Python, вам не нужно новый язык учить, понимаете? В этом как раз большой плюс. То есть вы будете как бы свое время и свои усилия направлять на другое. Сам язык вам уже понятно. Вы понимаете, как это внутри устроено. Конечно, прежде чем какой-то библиотекой пользоваться, надо предметной области себе иметь какие-то знания. Но смысл в том, говорю, что вы будете вот в экосистеме языка находиться. Общество, сообщество программистов большое, то есть такие сайты, как Stack Overflow, рассылки из питоновские, то есть вы не будете один. Каждые полгода или каждые три месяца придумывают снова языки программирования. Я сейчас покажу ссылочку на сайт, где можно смотреть рейтинг. Но это не значит, даже если язык по всем параметрам хороший, это не значит, что все на него сразу пересятут, потому что просто так, никто переписывать огромное количество кода не будет. Сейчас даже такая тенденция, уже она устоявшаяся, что время работы программиста она гораздо более дороже, чем даже железка. Ну, я имею в виду, даже если там сервера, стойка серверов. И в том числе одно из больших преимуществ питоне, что он позволяет сэкономить время. Это важный ресурс, важный параметр, сэкономить время написания кода. Так, ну давайте немножко дальше пойдем. Да, вот мы посмотрим сейчас. Конечно, можно сказать, что это в условности. Причем я вам показываю, скажем так, один из основных рейтингов, в котором питон до октября месяца был там на втором-третьем месте. По остальным рейтингам, он давно уже там на первом месте, прекрасно себя чувствует. И я считаю, что он там по праву. Вот, и рейтинги Киоп, да, он как раз с сентября, и сейчас он у нас, смотрите, он сейчас на первом месте. Ведь, конечно, это может сказать, что условность, но тем не менее, это показывает, что есть обсуждение, что есть большое количество программистов, да, значит, количество вакансий, то есть к нему интерес есть. К этому языку есть интерес, и это показывает то, что в будущем работа для программистов на питоне найдется, да, он точно никуда не возьмет и не исчезнет. Почему я об этом говорю? Потому что я не знаю, насколько вы, слушатели, давно пришли в программирование, допустим, хорошо, сейчас проверим. Кто-нибудь слышал, что такое кабол? Да, что такое язык кабол? Немножко обратной связи попрошу. Что такое кабол? Слышали? Что это? Так, да, вот видите, да, можно сразу понять, насколько возраст человека, да, насколько он, да, действительно, есть такой язык, на нем написано много, он был придуман, сколько там, если не соврать, то 50 даже лет назад, да, плюс-минус. На нем написано много программ запечения, да, для финансовых, для страховых, да, 959, вот, спасибо большое, Сергей. Да, и все прекрасно работает до сих пор, но так как к нему интерес падал-падал-падал, то сейчас столкнулись с тем, что системы есть, они рабочие, их нужно чуть-чуть изменить, а программистов на языке нету, понимаете, программистов нет, и компания IBM даже запускала там, пыталась как-то продвинуть его, снова запускала курсы, ну, не знаю, насколько у них эту статистику не отслеживал, но смысл в том, что никто не хочет им заниматься, потому что, к сожалению, он пиксовое величие уже прошел, и туда уже не хотят идти, да, особенно туда не хотят смотреть, в ту сторону, видите, вот, или язык ада, да, есть такой язык ада в Министерстве обороны США, в СССР, в России он какое-то время к нему был интерес, да, но сейчас он, скажем так, не слишком популярный в России, хотя тоже интересный очень язык, да, с точки зрения безопасности, вот, язык ада был, язык рая, да, если кто-то не знает, есть ада язык, есть рай, рай это русский алгоритмический язык, видите, разные есть языки, но у них, видите, где-то есть пики популярности, где-то они будут, питон в свое время, скажем так, пришел в этот мир, когда были уже и PHP, и Perl, да, опять же, тот, кто слышал, но, скажем так, он их немножко смещал, смещал, и теперь, допустим, Perl уже даже многие, думаю, что и не слышали даже, или PHP, он немножко все-таки, у него много библиотек, но доля его падает, да, доля, я считаю, его падает, возможно, я же говорю, там его где-то Голан подвигает, где-то питон, хотя у питона беру разные области, он не нацелен только на веб, вы видите по графику, что интерес к нему расти, видите, интерес к нему такой, исходящий, где-то у нас по логе есть, то есть Java, ну, по логе, C, потому что много legacy кода, так сказать, legacy, это значит у наследного кода, то есть за это время было написано много, количество кода, и оно поддерживается, но и на C, и на Java продолжают писать, и на C++, и на C Sharp, видите, то есть это, мы видим даже основная десятка, это языки, на которых продолжают, в том числе, писать новые программы, и вы видите SQL тоже, большой интерес к анализу данных, поэтому он на десятом месте, никуда не ушел, появляются новые области, когда умный дом, вот это ее вот сейчас, появляется интерес, поэтому и интерес и к ассемблеру, и к C, никуда не деваются, но при этом у нас, допустим, есть frontend, это, можно сказать, что такое frontend, это то, что мы видим на сайте, тогда frontend лицо, и никуда не денется JavaScript, Visual Basic, тоже пока прекрасно себя чувствует, то есть рейтинг, да, это информация к размышлению, это информация о том, что, да, можно делать некие выводы о том, что нас ждет впереди, да, и интерес к языку есть, и в том числе, многие промышленные гиганты, открывают часть своих наработок, да, то есть, вот, PyTorch, это библиотека, которая выпустила, говорю, Facebook, я думаю, что это часть того, что он выложил, да, тот же Instagram, ну, сейчас такая ситуация, да, что его запретили, но тем не менее, мы о нем упоминаем, потому что, это с точки зрения, ну, с точки зрения программистов, это серьезный программный продукт, который выдерживал большой, большую нагрузку, большую нагрузку, и с точки зрения, говорю про этого, программного обеспечения, это очень интересный проект, вот, если мы на техническую сторону, тоже написано на джангах. Так, идем дальше, немножко про Python, чтобы у вас было представление. Значит, Python, это интерпретируемый язык, он, значит, объект на интеракте, объект ориентированный, высокоуровневый, я говорю, он не позволяет напрямую работать с памятью, у него есть, так называемый, сборщик мусора, который, ну, сборщик мусора, как я бы сказал, то есть, свой, свой механизм, свой алгоритм, который управляет памятью, Global Enterprise Block, который позволяет, берет на себя задачу, работая с памятью, но в остальном, да, можно, там, по битовой операции, пожалуйста, работать с байтами, пожалуйста, работать с вебом, пожалуйста, да, для чего используется, еще раз, веб-разработка, да, математики, тоже много, системные скрипки, да, то есть, в Python, в Linux, и в Mac, это системный язык, на нем можно делать, то есть, он используется, там, для запуска скриптов, да, то есть, для автоматизации, то есть, это полностью системный язык, для операционной системы Linux, работает на разных платформах, да, для того, чтобы его запустить, нужно поставить интерпретатор, но если, когда интерпретатор стоит, вам не нужно переписывать код, да, под каждую платформу, то есть, он запустится, и будет работать одинаково, и на Windows, и на Mac, и на Linux, и на Raspberry, и так далее, в основе Python, у него есть, так называемый, дзен языка, да, можете посмотреть, почитать, кто начнет интересоваться, некие постулаты, и в основу языка положено одно из главных свойств, readability, читабельность, читабельность кода, потому что программисту читать код приходится, на самом деле, гораздо больше, чем даже писать, тот, кто об этом не знает, вот, пока можете принять на веру, можете узнать, можете проверить, тот, кто уже с опытом, я думаю, что мои слова подтвердят, то есть, приходится читать больше, чем писать, и поэтому язык для программиста, позволяет как раз с помощью хорошего именования переменных, такого как нейминг, с помощью, скажем так, функций, методов, которые обозначают, ну, которые имеют схожее обычное значение с словами английского языка, они позволяют облегчить сопровождение код, видите, синтаксис, который писать программы с меньшим количеством строк, есть даже книжки специальные на питоне, если вы посмотрите, питон в онлайнерс, питоне на одной строчке, в питоне в одной строчке можно написать очень много по функционалу, то есть, язык, есть синтаксический сахар, так называемый, который предлагает писать меньше, он в меру такой ленивый, то есть, если можно обеспечить какой-то функционал, написать меньше, ну, да, мы в питоне пишем меньше, то есть, такие конструкции, как лист, компрехэнш, генераторы, все это присутствует в языке, значит, питон использует интерпретатор, использует так называемый репл, давайте, что такое репл, немножко покажу, то есть, если у нас запущен, причем, смотрите, если в системе есть интерпретатор, то не важно, на чем мы будем разрабатывать, это сам интерпретатор, мы можем и в командной строке, и с помощью специальных редакторов кода, Notepad++, VS Code, там, Sublime, какие еще основные не назвал, но там сейчас меньше уже, вот, можем использовать ID, значит, мы используем на первом курсе VS Code, либо Tony, на втором курсе мы используем обычный PyChart, это профессиональная среда разработки, отдать основных, и мы в ней тоже приучаем пользователей, чтобы они уже работали в интегрированной среде разработки, привыкали. Так вот, в чем репл, да, что такое репл, давайте покажу, то есть, это пришло с функциональных языков программирования, да, это и кроник, когда мы можем запустить код, ой, написать, так, VLA print loop, да, вот, репл, для Java, кстати, сейчас есть репл, тоже хорош, то есть, мы что-то там набираем уже в коде, вот прямо здесь, то есть, не нужно ничего компилировать, и мы здесь уже его исполняем, то есть, у нас на самом деле код можно уже писать, когда нам нужно какие-то кусочки кода запустить, видите, они здесь сразу работают, неудобно, большие программы, да, для этого нужен редактор кода, для этого там есть модули, которые проверяют, которые рекомендуют, что-то еще, да, то есть, проекты неудобны, но тем не менее, у нас, видите, вот, что значит репл, мы можем уже писать здесь полноценную программу, все, так, то есть, все, видите, сразу мы поставили, можем уже писать, и уже поверх него можем добавлять ID, либо какие-то редакции, так, смотрите, синтаксис, разработан для удобной читаемости, да, английский язык, слияние математики, да, есть, питон использует новые сроки для выполнения команд, да, в отличие от другого языка программирования, который часто использует точки из-за питона, ну, кто-то говорит, что это плюс, кто-то минус, но тем не менее, это факт, да, в питоне важны пробелы, именно отступы определяют, отступы определяют логические блоки, мы работаем именно с помощью отступов, да, и отделяем логические области, энциклы, функции, классы и так далее, ну, аналог фигурных скобок, там, CC++, либо begin, tend, в таких языках, как Pascal, так, смотрите, немножко еще информация, значит, интерпретируется, да, не нужно компилировать, но на самом деле, это он, можно сказать, не совсем чистый интерпретат, потому что он все-таки переводит код, который написан, ну, обычный текстовый файл с расширением Pype, переводит так называемый байт-код, очень походно на Java, да, у него есть виртуальная машина, он переводит байт-код для ускорения, опять же, для ускорения, похож чем-то на первый PHP, интерактивен, это я вам показал сейчас, является объектно-ориентированным, то есть мы можем использовать Python для написания своих типов, своих типов данных, да, и есть у нас подержившаяся инкапсуляция и множественные наследования, хотя это очень сложная техника, но тем не менее она присутствует, абстракция, да, и полиморфизм, все это есть. Так, Python язык для начинающих, почему? Потому что у Python порог хода ниже, чем у таких языков, как C++, допустим, C++ очень мощный язык, но он, знаете, как японский меч, размахивать можно, но аккуратно, можно порезаться, то есть C++, допустим, предъявляет более высокие требования к программисту, да, в Python ниже, не значит, что язык хуже, нет, просто вход ниже, да, но тот, кто там пойдет дальше, после первого, идут на второй, они, да, после окончания говорят, да, это непросто, да, это уже, ой, сложно, ну, конечно, какие-то вещи, в том числе и сложные мы разбираем, такие как декораторы, например, да, да, из основных функциональностей в заложенных, потом генераторы, итераторы, и так далее. Так, возможности, простота обучения, легко читаем, небольшой итог такой, легкий в обслуживании, широкая стандартная библиотека, интерактивный режим, портабельный, расширяемый, работает с основными базами данных, есть модули, которые, с помощью которых можно создавать графический интерфейс, масштабируемый, да, небольшой итог. Так, смотрите, по поводу веба немножко скажу, все-таки важно, сейчас без веба никуда, значит, с помощью, значит, с помощью питона, в питоне используется обычно два основных, как я говорил, два, ну, наиболее популярных, скажем так, фреймворка, то есть фреймворк, это уже набор библиотек готовых, которые используются, они позволяют для разработки веб-приложений, то есть это Django и Flask, да, то есть мы можем создавать так называемое API, да, Fast API, это REST API, значит, допустим, Flask, видите, не поддерживает базы данных, а Django, мы, ну, на самом деле поддерживает, но, хоть чаще его используют с SQLite, да, тем не менее, или там с MySQL, вот, а Django обычно более серьезно, он более мощный, но и более требовательный к ресурсу, то есть Flask в этом отношении гораздо легче. Так, ну и самые по популярности тоже Django, есть другие, есть неотражен, сейчас новый выходит фреймворк, такой как Fast API, и в нем уже используются очень активно так называемые подсказки типов, можно сказать, что в Python, ну, давно заложили уже, но, тем не менее, сейчас это выходит как-то на новый уровень, то есть мы делаем мостик. Многие программисты, которые приходят с других, языков программирования, особенно с компилируемых, им тяжело в Python, вот, потому что они привыкли сидеть в жесткой системе типов данных, и это оправданно, когда мы говорим о компилируемых языках. Так вот, хинтинги, хинтинги, подсказки типов, они что, они помогают читать код, они помогают читать код, и с помощью специальных библиотек даже требуют именно вводить нужные данные, то есть даже, можно сказать, ограничивать немножко динамичность языка. Но, тем не менее, это есть. Именно если мы этого хотим, изначально этого нет, ну, в чистом битоне, но можем более строго, скажем, более, мы можем предъявлять коду более строгие требования с помощью подсказки типов. Так, особенности, да, ну, в принципе, и я уже сказал, и Оксана тоже об этом говорила, то есть есть теория, есть практика, есть итоговая работа в конце каждого курса, есть сертификаты, соответственно, разные форматы вы можете выбирать, в зависимости от уровня, опять же, группы, как правило, от 10 до 20 человек, да, здесь у нас в зависимости, да, от набора, утром, день, либо вечером вы выбираете, и в процессе прохождения мы обязательно разбираем те задания вместе, которые, то есть не так, что дали, все, потом сделаете, что вы, уделяем много, уделяем много времени тому, что называется питоник-вей, да, то есть уделяем время тому, чтобы вы поняли, что такое хороший код, это не просто, да, это не просто, но тем не менее, чистый код, есть даже понятие, да, хороший чистый код, единственное, что я всегда говорю, что вы учитесь, и не торопитесь писать чистый код, не надо огорчаться, да, если вы там видите, хороший, с вашей точки зрения, у меня код какой-то плохой, а здесь хороший, нет, это учеба, и мы как раз в процессе прохождения программ, идем от того, чтобы сначала писать функционал, и в первую очередь нужна функциональность, а потом уже день за днем, задача за задачей, мы это обсуждаем, говорим, так, задача решена, но вот здесь можно код улучшить, вот здесь можно почистить, вот здесь можно так сделать, то есть то, что называется рефакторинг, да, лучшайзинг, как я по-русски называю, изменение кода, вычиска кода, и это непросто, даже я там сразу код не пишу, и многие другие программисты опытные, они сразу сначала накидывают некое решение, а потом уже начинают его вычищать, да, причесывать код, так называемый, причесывать код. Так, ну и в том числе мы это все обсуждаем. Так, формат проведения, в принципе, Оксана сказала уже, я просто повторю, пять занятий в неделю, либо всего до пять недель, четыре или восемь академических часов, есть перерывы, да, живое общение, и возможно все дел на своем компьютере, да, у нас, соответственно, можно, даже у нас есть, что часть слушателей, половина курса в аудитории, половина курса потом дома, можно, да, конечно, можно только один день, там дома, остальные в аудитории, можно, можно наоборот, это вы выбираете, в зависимости, то есть здесь полная гибкость. Так, часто задаваемые вопросы, можно ли присоединиться к группе, если основание слишком большое, ну, можно, конечно, да, но опять же, вы должны обязательно записи просмотреть, вот, что делать, если пропустил, подключиться можно удаленно посмотреть, записи есть, да, они хранятся полгода, у вас к ним после окончания курса есть доступ, есть все материалы, есть запись, и, допустим, если я веду, есть моя почта, если я курс окончил, это не значит, что все, Вадим Викторович ничего не скажет, нет, посоветует, я же говорю всегда, пишите, если, как говорится, сам не знаю, то направлю, где поискать, где спросить, я знаю, как говорится, расскажу, покажу, да, знания скрывать не буду. Так, единственное, что я говорю, это учиться, да, нужно вот понять, учиться это непросто, то есть у меня после каждого курса обязательно обратная связь, да, то есть высоцвязь, что хорошо, что плохо, это очень важно, у нас обучение, это вопрос итерационный, что значит итерация, да, постоянно улучшаем, 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 поэтому бывают такие отзывы, что вот 5 дней, не думал, что так сложно, да, людям говоришь, так, курс плотный, надо будет уделять время, да, 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 даешь им, ой, я не думал, что будет сложно, а как, а как, а как же, как же вы хотите овладеть новой профессией, это действительно серьезная такая работа, это требует колоссальных сил, колоссального времени, колоссальной энергии, да, потому что за 40 часов вам нужно действительно очень много информации дать, и главное не просто дать, главное, чтобы вы ее усвоили и потом применяли, и это очень непросто, да, это моя задача, и это непросто, но один, как говорится, с ней не справлюсь, то есть здесь групповая работа обязательно, как говорится, я дам, главное, чтобы вы смогли это унести, вот, и мы как раз каждый раз над этим работаем, то есть если вы идете, вы должны четко себе, четко себе как бы поставить цель и понимать, что вы сейчас на это будете тратить время, а не так, что сейчас я одним глазом там буду смотреть, слушать, что там Вадим Викторович будет объяснять, а потом раз и все быстро напишу, нет, так не получится, да, придется все-таки напрячь мозг, и потратить время для того, чтобы все это усвоить, да, а не так посмотреть ролики, как сериал, посмотрел и забыл, нет, здесь, ну, как показывает практика, у меня, у меня, как это, иногда надо посматривать на огнетушитель, почему, потому что, говорю, дым из ушей идет, от нагрузки, да, то есть мы действительно прорабатываем все моменты, я же говорю, причем во втором обычно курсе мы ходим и в первый, особенно если у вас записано, грубо говоря, неделя первую, потом неделя вторую, я всегда говорю, мы потом из второго постоянно обращаемся в первый, чтобы не было белых пятен, чтобы был такой монолит, фундамент, потому что, допустим, первый курс это фундамент, из него потом дальше идет, там, питон 2, или, там, из питона 2 идет питон 3, это веб-разработка, из питона 3, допустим, или отдельно, да, правильно, питон 4, то есть обязательно мы идем, как нарастание, 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 знаний и белые кусочки не должны оставаться. Так, ну, это то, что я вам хотел сказать, вопросы, да, вопросы по этой части. Прежде чем я передам снова слово Оксане, да, если есть вопросы, я готов на них ответить. так, дайте знать, да, все понятно или, так, ничего не понятно, интересно, ничего не понятно, прошу обратной связи. подходит ли курс с нуля, подходит ли курс с нуля, хороший вопрос, да, с нуля курс подходит, именно питон 1, разработан с учетом того, что люди, так, по стоимости я тогда сейчас переадресую Оксане, хорошо, немножко отложим, да, Александр, а вот по поводу с нуля, это ко мне, значит, первый питон именно исходит из того, что люди только начинают входить, да, в такую область, как программирование, и мы как раз с нуля начинаем говорить о том, что вообще такое программирование, что такое компьютер сайенс, что такое алгоритмы, да, и выполняя задачи, закрепляем, собственно говоря, теорию, поэтому, да, ответ подходит. Так, сейчас про стоимость курса, тогда скажет так сам, хорошо. Так, остальные. Смотрите, в чем еще, в чем еще плюс у нас, да, в том, что, как я говорю, каждая группа у нас уникальна в этом отношении, люди приходят разные, и в зависимости от, от группы, да, то есть у нас не так, как вот, есть, грубо говоря, основная обязательно, да, то есть программа, но при этом, если у меня слушатели интересуются, в том числе, и какими-то вещами вокруг, да, я, как правило, мы это все обсуждаем, и стараемся прояснить, да, или, во всяком случае, затрагиваем, и делаем себе пометки, какие-то ссылки, и эту информацию себе заносим. Так, какая база должна быть для начала обучения? Ну, смотрите, у нас в требованиях, в требованиях заложено, чтобы слушатель, который приходит на питон 1, он прошел основы, основы программирования, да, то есть вы должны понимать, все-таки вообще, что такое, так, в окончании курса, какую программу напишем? В окончании курса, вы выполняете первого, да, если первого, да, сейчас по порядку, значит, какая база, то есть основы программирования, в котором вы должны понять, что вообще такое переменная, что такое условные циклы, ой, что такое условные операторы, что такое циклы, да, основы, что такое вообще сам по себе алгоритм. Сейчас есть предварительно, смотрите, что я, мне, как это потребуется, и ваша помощь. Сейчас есть предварительное, такое соглашение, мысль, что мы хотим сделать, у преподавателя питона, хотим сделать курс питон 0, так называемый, да, и именно питон 0 будет больше, да, исключительно только для тех, кто, соответственно, что, для тех слушателей, которые хотят больше времени, который будет, смотрите, он может сказать, будет часть, да, брать часть из питона 1, но там будет больше практики, да, хотим его делать более, ну, потому что 40 часов, это все равно некое ограничение, и мы хотим даже питон 0 добавить сейчас, если это интересно, пожалуйста, тоже себя напишите, там, менеджерам, да, дайте знать, как-то, что вот мы это услышали, и это действительно для нас актуально, то есть мы хотим питон 0, сейчас есть уже программа, курс, которая предварительная написана, в которой мы хотим больше уделить времени, именно алгоритмам начальным, и практике, да, чтобы потом уже перейти к более, даже серьезным вещам, в питон 1, да, ну, пока мы это вместе делаем, да, хочется еще расширить, еще больше будет, потому что практики много не бывает. Так, это по поводу первоначального уровня, так, секундочку, сейчас давайте, здорово, что вы задаете много вопросов, так, сейчас, в окончании курса, какую программу напишем? Ну, смотрите, там одна из программ, нам нужно будет взять, допустим, зен питона, сохранить его в файл, загрузить его, и, это одна, опять же, из задач, там 6 будет итоговых, написать, так называемый, частотник слов, да, потому что по частотнику слов, мы, допустим, можем текст проанализировать, или сохранить файл, там, стоимость покупок, прочитать их, вывести среднее, да, там, самые дорогие покупки, минимальные, и так далее, да, то есть какие-то такие, допустим, одна из, одна из задач будет, что написать полный модуль, который проверяет, насколько пароль удовлетворяет, ну, так называемый, strong password, да, что пароль должен удовлетворять, что пароль должен состоять, и из цифр, и из букв, то есть из цифр, из цифр, из букв верхнего регистра, нижнего регистра, обязательно должен составлять спецсимвол, тоже такие программы мы пишем, в том числе, так, какие варианты возможны, какие варианты, можно ли учиться, да, на выходных можно, причем можно учиться, и по субботам, и по воскресеньям, можно днем с 10 до 5, можно вечером, с пол седьмого, с 18.30 до 21.30, да, это возможно, значит, какой потенциальный срок перехода теории практики, и возможного трудоустройства, смотрите, это такие вопросы, на которые нельзя однозначно ответить, очень много, в том числе, будет зависеть от вашего бэкграунда, ну, то есть, помимо программирования, смотрите, почему это важно, почему это важно, да, вот Оксана мне помогает, спасибо большое, значит, переход от теории практики, во-первых, мы на курсах закрепляем все это, да, мы пишем действительно, вот я в качестве примера привел, практические задачи, во-вторых, если раньше, знаете, пришел человек, и нужно было пользоваться вот счетами, или калькулятором, да, то теперь знание, там, языкового программирования, оно становится как обязательным инструментом, и вы, сейчас можно любые знания взять, объединить это, что, с языком программирования, а в данном случае, питон, говорю, библиотеки есть на все случаи жизни, и вы можете идти уже устраиваться, для того, чтобы устроиться на работу, нужно начать, да, начать устроиться, начать, понимаете, здесь очень важный момент, что прежде чем о технических вещах, говорить, вы должны сначала научиться разговаривать с HR, да, со специалистами по трудоустройству, разговаривать на одном языке, да, проходить вот эту воронку, да, когда будет, правильно составить резюме, это тоже, соответственно, у нас специалисты есть, то есть, правильно составить резюме, да, чтобы у вас уже отобрали, вам дали тестовую часть, тестовую часть вы выполнили, на нее посмотрели, и потом уже, допустим, вас приглашают к, там, к тем лиду, либо к человеку, который будет оценивать ваши, именно, технические навыки. Здесь что? Здесь ничего нового, практика, 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 да, то есть, я буду рекомендовать такие-то определенные сайты, где можно будет, в том числе, помимо нашей практики, еще проходите другие, да, проходите дополнительно, дополнительно, брать, когда вы будете ходить на собеседование, вы будете, скажем так, тоже, это тоже определенный навык, просто смотрите, когда вы ходите на собеседование, у вас увеличивается навык, что устройство на работу, просто мы не устраиваемся на работу, каждую неделю, понимаете, поэтому нам нужно, это тоже, этих знаний набраться, это по поводу, вот, устройства на работу, сейчас, видите, такая ситуация, что в России, нужно большое количество, найти разработчиков, да, ну, вот такая ситуация сложилась, ну, и поэтому, соответственно, какие-то, да, исходя из этого, какие-то вещи не очень хорошие, но вот с точки зрения трудоустройства, видите, потребность рынка сейчас большая, потребность рынка большая, и специалисты, соответственно, будут нужны, да, ну, лет пять точно, можно сказать, этот интерес не будет падать, а так как мы входим, как говорится, все идем, все больше будет цифровизации, то он вообще, под большим сомнением, что он будет уменьшаться, он будет только увеличиваться, видите, и поэтому вот то знание, которое есть, вы тоже будете применять, их тоже можно, потому что сейчас говорю, программирование, оно касается любой области, любой, куда ни пойди, везде нужно уже знание языка программирования, в том числе, питон, который позволяет, говорю, общаться на одном языке, да, и журналисту, и финансисту, и программисту. Так, к ПК, к ПК требования несложные, так, Джанго на каком уровне? Ну, соответственно, на уровне создания сайтов, то есть мы это все рассматриваем практически с помощью, обычно мы на Пайчарме учим, да, создаем свои сайты, ну, сайт как итоговый продукт, да, после окончания курса. Так, смотрите, сейчас, секундочку еще. Значит, какие требования к ПО, ПК? На первом курсе, у меня на компьютере работает даже, мне там есть старый, я там иногда какие-то вещи проверяю, даже 4 гигабайта вполне все работает, ну, для Пайчарма, допустим, второго курса, это маловато, ну, допустим, первый курс мы работаем на Тони, в ВС-коде, 4 гигабайта вполне, да, то есть, Windows 7, ну, единственное, что 7-ка уже не совсем подходит, хотя еще, потому что Windows 7, потому что на Windows 7 уже 3.8, последняя версия 3.10 не поддерживается, но 4 гигабайта, даже оперативной памяти вполне, там процессор какой-то там даже 5-летний, 10-летний, ну, тоже, то есть, сильно большие требования к самому интерпретатору, они, как говорится, видно, 15-летним будет работать, то есть, здесь больше требований именно к среде разработки, вот уже на втором мы будем Пайчарм брать, там лучше, конечно, 8, хотя бы гигабайты больше, если Linux, то же самое, можно там 4-8, причем, не важно, на чем вы будете, на Linux, и на Windows, и на Mac, это вообще не влияет, не играет никакой роли, потому что все те инструменты, которые мы будем использовать, они не мешают, да, не мешают, и мы будем одинаково работать хорошо на любой из них. Так, ответил ли на вопросы? Если из дома выполняться задания, ничего страшного, то есть, взаимодействие идет полностью, вы делаете задания, мы обмениваем информацией, мы показываем код, обычно говорю, вот код такой-то, такой-то, и вот такие-то, такие-то пожелания, весь код, который мы разбираем, выкладывается в личный кабинет, и у вас к нему есть доступ после каждого занятия, тут же, вот занятие закончилось, там 10-15 минут, я его в личный кабинет добавил, все, у вас есть все те материалы, которые мы в течение дня прошли, ну и в течение суток обычно выкладывается запись. Так, еще вопросы. Данго, опишки разбираем, да, как работает, что такое виртуальное окружение, как оно, для чего оно нужно, разбираем, так как в том числе работают шаблоны, да, опишки, и создаем полноценный сайт. Flask, он больше на API, да, то есть работа JSON, мы рест API. Так, еще вопросы. То есть никаких проблем с того, что вы онлайн присутствуете или очно, да, никакой разницы. У нас даже, я иногда шучу, чем ближе к курсу, тем больше людей перемещаются домой, да, но опять же это пожелание, то есть вы понимаете, что нету в данном случае разницы. Это уже пожелание. Ну, кто-то дома не может, да, не отвлекали, чтобы сосредоточиться, приходят сюда. Если дома у вас есть и нету времени ездить, можете, можете онлайн, то есть никаких. Ждем питон 0. Хорошо, хорошо. Да, вот по поводу питона 0 есть такое, сейчас, ну, нужно некие процедуры соблюсти, но вот есть мысли, хочется добавить, потому что уже даже та программа, которая есть и в питон 2, и в питон 1, она уже не вмещается, хочется дать больше, поэтому вот есть мысль именно в питон 0, чтобы в практике добавить практики и добавить глубины, скажем так, потому что, говорю, питон, он язык, на самом деле большой, и хочется все успеть рассказать, все успеть рассказать. То есть, допустим, вот я читаю, у меня только закончился курс пятницу, питон 4, это анализ данных, и у нас 3 библиотеки, я говорю, если бы мне дали волю, я бы рассказывал и 40 часов по одной библиотеке, которая нам пай, 40 часов по Matplot-Libu и 40 часов по Pandas. Ну, потому что библиотеки большие, столько функционала, да, то есть, можно, и оно дает, потом, допустим, тот же NumPy, дает, если вы понимаете, что такое векторизация, как работать с NumPy, вы понимаете, как работать уже и с PyTorch, и с TensorFlow, то есть, мы и конкретику рассматриваем, но я стараюсь всегда давать и более, более общие понятия, допустим, это уже подтвердено, ну, я же говорю, есть у меня слушатели, которые идут после курса по ООП, а это объект, на принципе, питона, идут на Java, и говорят, Вадим, это же действительно, вот если бы мы не ходили, нам было бы гораздо сложнее, да, Java сложнее, Java сложнее, чем Python, но уже вот эта ступенечка, да, сразу, мы ее уменьшили, то есть, не нужно сразу резки, да, то есть, постепенно, постепенно мы выкладывали такие ступенечки, с помощью которых легче делать, соответственно, шаг дальше. Так, ну что, давайте тогда я передам все-таки слово, да, спасибо за ваши вопросы. Вадим Викторович, спасибо вам большое, очень интересное, спасибо за подробный рассказ. Давайте я передам сейчас. Спасибо. Ой. Так, право. Вот. Ну и я немножечко продолжу, да, наш день открытых дверей, расскажу немного, да, буквально несколько слов о востребованности профессии Python-разработчика, такую статистику, то, что сейчас происходит у нас в 2022 году, о зарплатах и о наших сервисах по трудоустройству для наших выпускников. По-прежнему, в топ-3 самых востребованных специальностей в сфере IT в 2022 году закрепились Python-разработчики, да, Java-разработчик, Python-разработчик и QA-automatization, вот. И, собственно говоря, если говорить о Python, да, то он уверенно держит одни из первых позиций. Что значит востребованные? Востребованные это те специальности в IT-сфере, по которым на данный момент мы имеем больше всего вакансий. На основных рабочих сайтах это HeadHunter и SuperJob. В каких же отраслях наиболее востребованы Python-разработчики? Статистику я брала достаточно свежую, тоже с сайта HeadHunter, вот, буквально в пятницу, да, то есть это реальное количество вакансий по Москве на Python-разработчиков. Их более 4 500 вакансий на данный момент только по Москве. В основном Python-разработчики требуются в информационных технологиях, системной интеграции. Таких вакансий более 2 000. Далее у нас идет финансовый и банковский сектор, более тысячи вакансий. СМИ, реклама, пиар-дизайн, продюсирование более 300, услуги для бизнеса, в том числе аутсорс, более 300 вакансий и телекоммуникации. Но это основные сферы, в которых наибольшее количество вакансий есть для Python-разработчиков. Естественно, в остальных сферах тоже требуются данные специалисты. Хотела бы поделиться немножко информацией, связанной с зарплатами Python-разработчиков. Ну, скажем так, доход, так как специалисты работают онлайн и над определенными проектами, то есть это средний доход разработчика по Python-у в месяц. Если говорить о руководящих позициях, то это по Москве от 350 тысяч до 500. Средняя зарплата 400 тысяч в месяц. Если говорить о для джунов, для джунов мы отталкиваемся от 200 по Москве и по Московской области. Значит, это если мы рассматриваем сферу финтеха, системные интеграторы тоже 200 и индустриальные компании, то есть корпоративная разработка, там всегда требуется Python-разработчик, это тоже 200. то есть это начальные позиции, данные представлены консалтинговой организацией HACE, HACE Sellerie Guide на 2022 год. Прогнозы, ну и собственно говоря, если вы зайдете сейчас на тот же сайт Headhunter или Superjob, увидите, что минимальная зарплата Python-разработчика от 150 до 250 тысяч рублей в месяц. Вадим Викторович коснулся в основном самой специальности Python-разработчика и то, что называется Hard Skills, то есть навыков, которыми будет обладать специалист, закончивший дипломную программу по данному направлению. Я хотела бы коснуться таких навыков, как Soft Skills, наверное, слышали, что важно для Python-разработчика в качестве таких личностных качеств, которые ведут его как профессионала по жизни. Это ответственность, внимательность, быстрая обучаемость. Вообще, в принципе, все IT-направления предполагают постоянное обучение, развитие, повышение квалификации. Не менее важно умение понять суть задач, которая стоит перед разработчиком, сколько на нее потребуется времени. Ну, естественно, инициативность и усидчивость. Это основные навыки, которые требуют работодатели от Python-разработчиков на разных уровнях. Но я здесь попыталась обозначить именно джуниорскую позицию, если вы только пришли в данную профессию. Если говорить по программам трудоустройства для наших выпускников, что делаем мы, чтобы помочь трудоустроиться нашим выпускникам. Мы предлагаем решать реальные кейсы от работодателей. Что значит реальный кейс? Работодатель дает конкретную задачу, допустим, какое-то тестовое задание для нашего выпускника. Если он справляется с ним, то речь идет о трудоустройстве на работу. У нас есть бесплатный курс по технологии трудоустройства и составлению резюме. Это вебинар, который проходит раз в месяц. На него может записаться абсолютно любой слушатель, не обязательно выпускник. То есть любой человек, который сейчас находится в поиске работы. Карьерное консультирование и помощь в подготовке резюме это ко мне. Я расскажу сейчас поподробнее. Вакансии стажировки от наших партнеров. Сразу скажу, к нам обращаются работодатели, которые заинтересованы именно в наших выпускниках. То есть это не случайные работодатели, которые обратились с какой-то вакансией. Работодатели составляют запрос таким образом нужные специалисты в основном в IT-сфере, которые закончили именно учебный центр специалистов. На них делается акцент и им отдается приоритет при трудоустройстве на работу. И дни карьеры это дни они проводятся онлайн работодателями с нашими партнерами, где работодатели рассказывают о своих вакансиях, рассказывают о своей компании и наших выпускников есть возможность задать вопросы напрямую нашим партнерам. работодателями. Немного расскажу про бесплатный курс по успешному трудоустройству про наш вебинар, который ведет кандидат юридических наук, консультант по вопросам HR-менеджмента Светлышев Ольга Юрьевна. Обратите пожалуйста сразу внимание, что ближайший курс у нас будет уже 11 апреля, записаться можно по QR-коду, перейти на ссылку на сам вебинар и присоединиться к этому вебинару может абсолютно любой человек, не обязательно наш выпускник. Чем помогает Ольга Юрьевна? Она рассказывает о современном рынке труда, то есть какие направления, в том числе в IT-сфере сейчас востребованы. Она помогает подготовиться к встрече с работодателем и прохождению психологического тестирования. Ну часто такое бывает, что работодатели предлагают потенциальному сотруднику пройти психологическое тестирование. Вот мы Ольга Юрьевна рассказывает о том, как это сделать хорошо, пройти его, и чтобы у работодателя соответственно были результаты вашего тестирования соответствующие той вакансии, на которой вы претендуете. Как избежать ошибок при оформлении на работу? Это юридические вопросы, связанные с трудовым законодательством. На мой взгляд, один из очень важных блоков. Здесь можно Ольге Юрьевне напрямую задать вопросы. Ну и соответственно научиться грамотно составить резюме и сопроводительное письмо. Сделаю здесь акцент на сопроводительном письме. потому что очень важно для тех слушателей, которые сегодня присутствуют на дне открытых дверей, кто будет получать новую специальность, допустим, в сфере питон-разработчика, очень важно написать сопроводительное письмо, представиться с точки зрения того, почему вы решили прийти в эту профессию. Вот здесь сопроводительное письмо важно, оно является очень большим помощником при поиске работы и при презентации себя работодателю. Обратите на это внимание. Бесплатные консультации по трудоустройству веду я, их веду я только для наших выпускников, то есть, если вы уже закончили обучение. Вот вопросы все те же самые, стажировки, подбор вакансии, написание резюме, резюме пишется под новую специальность, да, то есть, с учетом того, какую дипломную программу вы закончили. Я помогаю написать также сопроводительное письмо и подготовиться к собеседованию с работодателем на новую специальность. Пожалуйста, вот тоже здесь на слайде указан QR-код. На нашем сайте есть страничка трудоустройства, заходите туда, и там вся информация по записи ко мне на индивидуальную бесплатную консультацию. Пожалуйста, обращайтесь. Вакансии от наших партнеров, да, еще хотела бы коснуться этого момента, кто является нашими партнерами, вот привожу такой пример, это достаточно крупные российские компании, в первую очередь, МТС, Аэроплот, 1С, РЖД, Сбербанк, Ингострах, Касперский, да, учебные заведения, как РГСУ. Все они учат у нас своих специалистов, и сами учатся, работодатели тоже у нас. Здесь вы с ними можете встретиться на любом курсе обучающим. Вакансии наши выкладываются, в наших партнерах выкладываются на сайте учебного центра специалистов, и в телеграм-канале, и в группе ВКонтакте, соответственно. Как я уже и говорила, еще раз обращаю ваше внимание, предпочтение наши партнеры отдают нашим выпускникам учебного центра специалистов. Собственно, ради этого размещаются эти вакансии у нас на сайте и в телеграм-канале и в ВК, для того, чтобы наши выпускники могли трудоустроиться после обучения. Дни открытых дверей, как я и говорила, мы проводим с работодателями. Хотела бы сделать такое, отметить специфику дня карьеры. Обычно день карьеры проходит с работодателями, которые предлагают вакансии в определенной сфере. То есть тематические дни карьеры, допустим, в сфере IT или в сфере финансовой, в сфере HR и так далее. То есть они проходят в рамках одного какого-то сектора или одного направления. хотела бы коснуться документов об окончании, которые выдает наш учебный центр свидетельства. Это если вы проходите обучение по soft skills, если вы повышаете квалификацию, то есть вы уже состоялись в определенной сфере как специалист и хотите повысить свою квалификацию, вам выдается удостоверение о повышении квалификации. И если говорить о новой специальности, о которой мы сегодня в частности с вами разговариваем, Python разработчик, там выдается диплом о профессиональной переподготовке. Дипломная программа по Python разработчику стартует у нас в ближайшее начало курса 4 апреля запись доступна по QR-коду. Если говорить о стоимости дипломной программы, минимальной, да, то есть на джуниорскую позицию сейчас стоимость программы 119 490 рублей. Да, то есть это тот курс, который дает вам возможность освоить специальность Python разработчика как джуниор, то есть начальную позицию. Обратите, пожалуйста, внимание, да, на то, что во время обучения, обучение будет строиться из нескольких блоков, да, из нескольких курсов, если вы идете учиться на Python разработчика с нуля, и между курсами может образоваться небольшие окошки, да, паузы, и мы предоставляем слушателям дипломных программ скидку на soft skills, да, то есть можно освоить какие-то soft skills, которые необходимы для Python разработчиков, пока вы ждете очередной блок обучения, да, скидка варьируется от 15 до 25 процентов, все зависит от того, сколько блоков входит в дипломную программу, да, вот, точно так же можно пройти вот по QR-коду, посмотреть, ну, допустим, для Python разработчика один из рекомендуемых курсов по soft skills это курс по управлению временем, да, то есть time management очень полезен, если вы, допустим, работаете над каким-то проектом, да, его можно освоить буквально за несколько дней, чтобы не тратить время, пока вы ждете следующий блок обучения. Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, пишите в чат, я готова ответить, также вы можете написать по электронной почте, так, сейчас секунду откроем. Стоимость курсу, да, сказала, да, то есть для джунов, если вот начальная стоимость от 119, 119, 490, таблица для джунов, я так понимаю, вот, спрашивали по поводу зарплат, да, вот 200, от 150 до 250, есть ли возможность оплаты курса частями, да, есть, но нужно будет все равно подробнее разговаривать с нашими менеджерами по продажам, да, вот, можно написать, допустим, по почте инфо собачка-специалист.ру, мы вам ответим прямо на ваш почтовый ящик, да, вот, то есть, какие формы оплаты есть у нас. Еще вопрос, пожалуйста, Уважаемые заслушатели, участники, спасибо, что пришли на наш день открытых дверей сегодня, надеюсь, что информация, которую мы для вас дали, с Вадимом Викторовичем была полезна для вас, мы ждем вас у нас на наших курсах. Да, спасибо большое всем, всего хорошего, координаты есть, все можно уточнить, узнать, пишите, мы с радостью вам ответим. спасибо, Вадим Викторович, всего доброго, спасибо, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok